Жители Звенигорода добиваются, чтобы местные власти усилили охрану пустующего здания Академии Дзюдо. Заброшенный объект стал местом приезжения подростков, любителей острых ощущений. Недавно один из них сорвался и спасти его не удалось. Виталий Кармазин продолжит. Возмущённые жители Звенигорода, переступая через натянутые ленты, идут к заброшенной Академии Дзюдо, известному на весь город, памятнику коррупции и халатности. С каждым годом всё ухудшается состояние здания. Теперь уже дошло до того, что приводит к трагедиям детей. Дети сегодня здесь гибнут. Пустующее здание облюбовали местные мальчишки. Чем занимаются? Прыгают по ней. Охрана с ними не справляется. Они прячутся в основном. Где? Да откуда им не знать где? А как они попадаются? Я не знаю. Вы охранниками должны знать? Не ко мне вопросы. Несколько дней назад здесь погиб подросток. Это уже вторая гибель за последние два месяца. Подросток совместно со своими друзьями проводил время в пустующем здании. Травмы, несовместимую с жизнью, он получил в результате падения с технического этажа. Вот технический этаж, полноценный коридор. И они, видать, какое-то задание, они перебегают вот по этой сетке. Я пробежал три метра. Пробежусь четыре. Это вот один. Он упал сюда на ёлки и его спасло. Вот эти ёлки. Да. Вот на эти ёлки. Это который первый был. А вот пацан погиб. Вот это, конечно, жалко. Вот он. Вот эта большая. Он упал на трибуны. 12 тысяч квадратных метров. Четыре этажа. Внутри здания полная разруха. Видно, что когда-то здесь устанавливали новые коммуникации, но в какой-то момент их даже не то что демонтировали, словно вырывали с корнем. Давно вздулся пол. Чувствуете? Выездные трибуны заржавели. Все стёкла разбиты, потолки выпотрошены. Эту академию с помпой открывали в 2012 году. Обещали сделать её базой для сборных команд по дзюдо. Дважды провели международный турнир среди полицейских. Синим кимоно. Самир фатериев. Баку, Азербайджан. Вот как зал тренировок выглядел 10 лет назад. Вот как выглядит сегодня. Здесь ещё остались рекламные проспекты так и несостоявшихся соревнований. Виной всему банкротство компании собственника МПО «Космос». Той самой владельца, которой Андрея Чернякова обвиняли в хищении 17 миллиардов, выделенных на реконструкцию Алабяно-Балтийского тоннеля. Черняков сбежал в Лондон, где его в личном спортзале настигли кредиторы. Мы же не в офисе. Я могу дать вам номер своего помощника. Он хотел уехать во Флоренцию в своё поместье из 11 особняков. Но в мебельном фургоне вынужденно перебрался в Германию, а позже в Польшу. Оттуда, по некоторым данным с поддельным румынским паспортом, двинулся на Украину. Был задержан и экстрадирован в России, где полгода посидел в матросской тишине и в мае 20-го вышел на свободу. Вы вообще себя признаёте виновным? Можно я не буду? Давайте объясним. Он растворился в ночи, оставив за собой множество недостроев. Звенигородская академия – один из них. У детей наших ничего нет. Практически нет. Потому что тот, кто это разрушил, тот, кто за это нёс ответственность, он просто позволил детям Звенигорода не жить, как положено. После многочисленных судов здание всё-таки отписали местной администрации. Только в ноябре чиновникам удалось выделить деньги на охрану и уборку. К маю обещают начать экспертизу строения. Конструкции визуально достаточно крепкие. Безусловно, да, в подвальных помещениях есть вода. Но я думаю, что это не должно сильно повлиять на конструктив. Мы, безусловно, рассматриваем ремонт этого здания. Потому что, как вы видели, визуально оно достаточно крепкое. Если здание признают пригодным к восстановлению, только предварительная цена таких работ будет начинаться от полумиллиарда рублей. А до начала реконструкции, говорят местные жители, хорошо бы усилить охрану, чтобы обезопасить детей. Виталий Кармазин, Владимир Шабалин и Павел Летников. Вести.